Итак, ладно, давайте продолжим. Небольшой перерыв окончен. Вперед. Вот тебе в следующий раз брать с собой ордер. Хочешь повторить? Давайте будем вести себя цивилизованным, Ягами-сен. Ладно. Хотя в офисе довольно грязно. Так, мы ждали звонка от Саори, но вижу у нас тут гости. И по какому вопросу? В прокуратуре есть шпион. Очень уверен, что это женщина. У нее в руках несколько довольно важных дел. Основной среди них файл о том, как заместителя директора EDC избили до смерти на улицах Камуро-чо. И? Так, есть мысли, кто это? Нет, ни один. Ни одной. Какой подонок стал бы продавать полицейские секреты? Господи. Довольно мерзко. Не так ли? А я бы. Поддерживаю вас. Никто не воспринимает нас всерьез здесь. Это все, о чем вы хотели спросить? Я уверен, что вы так же заняты, как я. Так что я бы мог вас попросить. Изумида хочет поговорить с вами завтра. В убийстве Шинтани. Если понадобится, ты придешь на ручниках. Значит, эти парни просто мальчики на побегушках у Изумида. Где со мной будут обращаться как с убийцей, боюсь, это засекречено. Просто заскочи в прокуратуру. Если ты не виновен, с тобой все будет в порядке. Поверь мне, ты не захочешь иметь дело с арестом. Лучше разобраться с этим до того, как дело дойдет до этого. Выспонимай это так. Спасибо за совет. Кроме того, вы с Изумидой имеете определенное прошлое, да? Но если я не знаю, почему он подозревает меня, как я должен защищаться? Думаю, я узнаю, когда доберусь туда. Скорее всего. Кто знает, какую точку зрения выберет Изумида. Я понял. Хорошо. Похоже, мне придется... Пойти прояснить ситуацию. Завтра... Ты получишь от нас весточку. Это засранец. В последнее время он повсюду таскает меня за собой. Я ничерта не могу сделать сам. Вижу. Мои соболезнования. Алло, Ягами-сан. Есть какие-нибудь успехи там? Да, я подружилась с девушкой, которая обслушивала столик Хашики шесть месяцев назад. Мы собираемся потусить в тендере скоро. Идеально. Хорошая работа. Подожди. Ты только что сказала потуси? Так, Саори ждет меня в тендере. Нужно поспешить. Ну вот. Теперь мы знаем, чем занимался Ягами, пока Саори пыталась найти девушку, что обслуживала Хашики. Так, нужно снять эту метку. Луняр, ну да. Когда приходят такие гостики, гости, а даже котики боятся их. Вилдин, само собой появились. И в тендере должны быть. И в агентстве, и повсюду. Но мы сейчас идем по сюжету. Так, а вот и девочки. Саори-сан. Саори-сан. Долго. Это Мико-сан. Здравствуй, я Ягами. Не против, если я... Пожалуйста. Это человек, который вы обслуживали полгода назад. Вы уверены? Да, я уверена. Мы уже обсудили Хашики и Хошики. Это Мика была у их столика, нет никаких ошибок. Этот парень? Это Шоно-сан, верно? Да. Какие они были? Ну, думаю, не слишком отличались от обычных офисных работников, которые к нам приходят. Хошики-сан жалился на своего босса. А Шоно просто кивал и улыбался. А что Хошики говорил? Ну, по большей части, вещи насчет какой-то парень и Кидо-сан. Слышали о ИД-9? Это новое лекарство от деменции. Да, я знаком. Удивительно. Они же по телевизору очень много об этом говорили. Этот Кидо-сан, по-видимому, занимает более высокое положение в исследовательской группе ИД-9. И Хошики-сан говорили о нем всякое дерьмо. Да. Кидо-сан. Да. Его поели и угощали всевозможные люди, которые хотели получить прибыль от ИД-9. И все эти сделки были честными. Во всяком случае, так сказал Хошики-сан. Тайны сделки, Кидо-сан, работа с ИКУЗой, он не уточнил детали. Он сказал, что это позволит приобрести большое явление. И он упомянул о куске пирога, который он получит позже. На самом деле, выглядит все довольно сомнительно. Понятно. Так. Как вел себя Шону? Ты помнишь очень много о Хошике, а? Упоминалось ли имя Хиджихира? О. В разговоре Хошики и Шону, кто-нибудь из них упомянул Киджихира? Киджихира? Это крупная строительная компания из Канцэя. По сути, Хошики был шпионом Киджихира. Пытался закрыть ИДДС. Закрыть? Но я думала, что Хошики-сан был лицедиректором ИДДС или что-то подобное. Он был. Но деньги Киджихира были слишком хороши, чтобы он мог отказать. Но я не помню, что бы они говорили о Киджихире. Понятно. Как вел себя Шону? Ту ночь в клубе. Как вел себя Шону? А, ну... Его глаза были практически приклеены к моей груди. Хошики-сан все время продолжал говорить о Кидо-сан. Так, все, хватит с тебя, Вуу. Он укратко и бросал на меня взгляд, как будто я этого не замечала. Это было, мягко говоря, отвратительно. Так, ты не думаешь, что он вообще слушал Хошики-сана, верно? Нет. Довольный начальник, с одной стороны, скрытое извращение с другой, да? Ну, потом, не с того, не с сего, Хошики-сан сказал это. В Сиде-9 происходит что-то подозрительное. Я просто знаю это. Узнал ли он наверняка? Ну, что он еще там сказал? Что-то о подделке или фальсификации? Фальсификация данных. Фальсификация действий препарата. Да-да, это... Что-то подобное. Он продолжал говорить, что ЭД-9 слишком хорош, чтобы быть правдой. Я то, как он... Блин, я не успел. Значит, Хошики привел Шону в клуб для того, чтобы попытаться узнать правду. Да. И что Шона сказал? Нет ничего подозрительного. Но потом Хошики-сан закричал обратно. Я не верю, не начуть. Это было немного неловко видеть, в каком он был отчаянии. Логично, что Хошики... ...был бы в отчаянии. Он заключил сделку с Ходжихирой. Сказал, что закроет ЭДДС. Так, ну ты помнишь, что много о Хошике, да? Должен сказать. Ты много помнишь о разговоре шести миссий давности. Ну, когда я услышал, что Хошики-сан избили до смерти после этого, это был настоящий шок для меня. Не могу не согласиться. И к тому моменту я уже знала, что был ЭДД-9. Видите ли? Моя бабушка у нее... ...Адзгеймер. Так что ЭДД-9 мог бы помочь нам, если его быстро... ...наконец-то сделали. Вот почему ты и запомнил их разговор так хорошо, да? Да? Но когда я услышал о том, что Кидо-сан... ...коррумпированный, это разбило мне сердце. Понятно. Так. Это все? Спасибо. Ты, наверное, устала. Спасибо. Это все? Да. Ты сильно помогла. Больше, чем ты думаешь. Спасибо. Саори-сан! Завтра, когда начинается ваша смена в России? Но я не вернусь обратно. Это было всего лишь на одну ночь. Мне было весело видеть эту сторону себя, хотя... Блин, ты такой отстойный. Такая красивая, Саори-сан. И мне так хочется узнать о тебе больше. Я не знаю, могу ли я многому тебя научить. Ну, может быть, я смогу помочь, как подруга. Вы адвокат? Если будут неприятности, дай мне знать. У меня никогда раньше не было подруги, адвокат. Это так клево. Спасибо. До свидания. Саори-сан, это было здорово. Ты действительно справилась с этим ради нас. Пустяки. Я провожу тебя обратно в офис. Хочу поговорить с Хоши, но и обсудить то, что мы узнали. Верно? Отлично. Ну, слушайте, нормально, нормально. Мы собрали инфы. А, нет, не дают сейчас поговорить. С барменом. Хотел посмотреть дела. Только у них... У него их появилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, куда ж без годника. О, еще парочку. За три дерева. Сорян, ребят, не до вас. С возвращением. О, еще начнется. Вы выглядите так прекрасно. Саори-сан. Эта девушка опасна. Саори-кун, почему бы тебе не одеваться так же в офисе? У вас никогда не будут настоящие клиенты. Я переодеваться. Салар, может, это она избивает? Есть большая вероятность, что Хашики из ADDC был убит. Как и подозревал председатель Каджихира. Благая, его подозрения были вполне обоснованы. К такому выводу пришли вы с Саори-ку. Да. Хашики думал, что что-то не так с AD9. Он сомневался в подлинности исследований, убежденной, что они собрековали данные. Он начальнно искал доказательства перед смертью. Но? Было ли что-то на самом деле не так с этим? Я сам пытался проанализировать их выводы, но это похоже на совершенно другой язык. Я ищу квалифицированного эксперта, но даже сейчас, похоже, никто не подозревает о нечестной игре, даже в интернете. И все же, Хашики был намерен найти причину. Если бы ему удалось ее найти, ADDC уже давно был не стал. Тогда они убили Хашики, чтобы сохранить секрет. Нет. Кто мог убить человека только потому, что хотел защитить исследовательскую работу? Возможно, это не так уж и маловероятно, с тех пор, как опубликовали статью AD9 и ADDC. Приносили миллионы государственных иен. При таком большом количестве денег не исключено, что кто-то будет устранен. Вопрос в том, кто убил Хашики? Преступник сделал это так, чтобы Хашики не умер сразу. Он должно быть довольно опытный. Если бы мне пришлось бы гадать, я бы сказал, что профессиональный убийца. Человек в черном дождевике. Если он был убийцей, то кто-нибудь, должно быть, его нанял. Да, тот, кто хотел защитить ADDC и ADDC. Вопрос в том, кто? Не могу даже себе представить. Но, очевидно, Кидо занимался рекламой AD9 и сгребал тонну грязных денег в процессе. Этот парень может даже быть связан с Игузой. Вы действительно подозреваете его, Эгамиса? Где пыль, там и грязь? Может быть, то же самое было и с Шинтанем. Он слишком близко подобрался к истине, и Кидо за это убил его. Мне тоже приходила эта мысль. И все же, мы не можем сказать наверняка. Не без того, чтобы больше покопать под Кидо. Да, но, судя по нашему последнему визиту, это будет не так просто, как вы думаете. На данный момент он практически знаменитый. Да. Но, если мы не сможем заставить его говорить, то, может быть, прокуратура сможет? Что вы имеете в виду? Завтра я пойду на встречу с Изумидой. Изумида? Прокурор? Если я помню... Это разве не тот парень, что пытался вас арестовать? Он пытается. Вот почему я пойду поговорю с ним. Если прокурор охотится на тебя, нет ни единого шанса, что он согласится нам помочь. Это зависит от того, как пройдет наш разговор. Если смогу убедить его в своей невиновности, я очищу свое имя и надавлю на Кидо. Но как? Что вы планируете? Так, вернулся к себе. Эй, все, короче, складывается. Думаю, это была хорошая идея, чтобы отправить Саори в Кабаре. Да, это была очень хорошая идея. Только жаль, что Саори все-таки решила переодеться обратно. И вообще стать снова так своей серой мышкой. Возможно, это к лучшему. Вот жаль, что Саори нельзя замутить, потому что, ну, вы сами уже все понимаете, что Саори и Кошуна это парочка. В Ягами и Саори нет. Вот с Мафой, да. Правда, вы все и так знаете, что тут четыре девушки, которые можно выбрать. Любую из них. Ну, или всех четырех. Луна, нет, ни прическа, ничего не останется. Она будет снова как... как и раньше. Так, отдыхайте. Так, отдыхайте. Да, кто с утра пораньше-то? Йоу. И сообщение от Круива. Сказал зайти в прокуратуру Токио. Изумида ждет тебя. Тебе пришлось прокрасться сюда, чтобы сказать мне это? Для этого и существуют телефоны. У меня плохое предчувствие по всему этому поводу, а? Если тебя сейчас запрут, ты мне подскажешь, что я могу больше никогда тебя не увидеть. Не будь таким. И даже если меня арестуют, я ни слова не скажу о твоей маленькой подработке. Это то, о чем ты беспокоишься, верно? Да. Если ты сдашь меня, мне, возможно, придется послать кого-нибудь, чтобы убить тебя в тюрьме. Конечно, как будто ты сможешь это сделать. Ты сейчас просто мальчик на побегушках у Круива. Я залег на дно. Вот и все. Пока ты спускаешься с поводка Круива, может быть, ты сможешь... Пока тебя Круива спустил с поводка, может быть, ты сможешь на кое-что ответить. Почему они думают, что я убил Шантани? У них должна быть причина. Ты должен что-то знать, верно? Нет. Забавно, но нет. Правда в том, что Круива не поделится ни крупицей информации, ни с кем, кроме своих ближайших партнеров. Не знаю почему. Так и думаю. А теперь отправляйся в прокуратуру. Извини. Но мы не можем оплатить вам проезд на такси. Не ожидал этого от тебя. Ну, сами заплатим. Не в первую. Так, налево или направо? Ну, по расстоянию плюс-минус одинаково. 410 йен. Опа. Прокуратура Токио. Я ждал тебя, Ягами-сан. Я ждал тебя, Ягами-сан. Расстелили красный ковёрт и... Увидев меня, ты ослабишь свою бдительность. Ну, или по коренемере, на это надеялся Изумида. Этот парень и его игры разума. Он никогда не меняется. Ягами-кун, как они убедили тебя прийти? О, твой приятель Изумида просто хочет поболтать. И в зависимости от того, что я скажу, он может арестовать меня или нет. Думаешь? Я не уверен, что у тебя есть такое право. Нет? Тогда что же это будет? Что ж. Тебя сейчас бросят на растязание волка. Да ладно тебе. Удачи. Прошу прощения. Я привела Ягами-сан. Очень признатель. И главный прокурор тоже здесь? После вас. Я понял. Это и есть волки. Вы все прокуроры, да? Ягами-сэнсэй. Я полагаю, Круи-ва-сан уже говорил вам об этом. Но мы хотели бы говорить с вами об убийстве Шантани-сэя. Однако это не зал суда. И мы не чужие друг к другу. Или волки. Мы здесь просто для того, чтобы немного поболтать. Немного поболтать. Просто, чтобы вы знали, сегодня я не скажу вам ничего хорошего. Вы хотите, чтобы я сказал вам, что убил Шантани? Но этого не будет. В любом случае, время доказательства лежит на вас. Так почему вы думаете, что я убил Шантани? Почему вам не начать с логических рассуждений? Где вы были в ночь убийства Шантани-сэя? Что вы делали, Ягами-сэнсэй? Отвечайте на мой вопрос другим вопросом. Это не очень вежливо. У вас есть алиби на тот вечер? У Якудзы Кюреи здесь есть база. Она находится в здании Кейджи-Арт. Ночь преступления я был рядом с их капитаном Шиуэ. Не уверен, он подтвердит моё алиби. Тогда не потрудитесь объяснить, почему труп Шантани-сэя был найден в вашем офисе. Это то, что я сам хотел бы знать. Вам следовало бы спросить об этом убийцу. Естественно. Поэтому и позвали вас сюда. Чёрт возьми. Они с самого начала не собирались слушать то, что я хотел им сказать. Могу я вмешаться? Ваше слово, прокурор Морита. Ягами-сэн, вы украли историю звонков Шантани-сэй, да? Незадолго до смерти Шантани-сэй, он позвонил в Центр разработки передовых лекарств. Основываясь на этой информации, вы порвались в Центр и допросили Кидо-сэй и Шоно-сэй. Почему вы так поступили? Я хотел выяснить, почему умер Шантани. Подумал, что я сам по себе. Разве это не работа о полиции? Я не могу оставить это им или прокуратуре. Вы, ребят, склонны выслеживать не тех парней, как сейчас. Понятно. Вы хотите сказать, что его убил другой? Можете ли вы доказать это утверждение? Так. Я сделаю это. Время доказания лежит на обвинении. По этой причине здесь. Ну. Это очень похоже на то, что вы должны сделать. Время доказательства слишком тяжело для меня, чтобы нести ее. Не нужно быть таким. Как мы уже говорили, это не зал суда. Для меня было бы честью услышать ваши мысли по этому поводу. Да? Тогда в следующий раз начните с «пожалуйста». Пожалуйста. Отлично. Я расскажу вам, что я знаю. Это тоже в моих интересах. Таким образом, я смогу узнать, как прокуратура рассматривает дело Шантани. Прежде чем мы перейдем к убийству Шантани, я должен рассказать тебе о нескольких вещах. Год назад ADDC опубликовали исследовательскую статью о новом препарате, который они разрабатывают под названием AD-9. Этот препарат получил мировое признание как потенциальное средство для лечения болезни Алсгеймера. Что он не получил о признании, так тот факт, что шесть месяцев назад был убит кое-кто из ADDC. Член ADDC убит? Кто? Так, Эмми Тарасава. Но она не шесть месяцев назад была убита. Так, Шоно. Он еще живой, очевидно. Кидо. Но как бы с ним тоже все хорошо. Торо Хашики. Заместитель директора ADDC. Заместитель директора Торо Хашики. Хашики был замечен спорящим с незнакомым мужчиной в Кумуроичу, а затем был найден лежащим на улице. Были явные доказательства физического насилия. И он умер в больнице три недели спустя. Преступник все еще на свободе. Вы знали об этом деле? На самом деле, я впервые об этом слышу. Понятно. Учитывая, что это не попало в заголовки. Кстати, у этого Хашики был довольно большой секрет. Он работал для Каджихира групп, крупной строительной компании, базирующей в Кансае. А Каджихира, он планировал пристройку на земле, на которой расположен ADDC. У него были силы Кюрея. И он даже договорился с Министерством Здравоохранения. Но этот план рухнул, когда объявили об AD9. В итоге Каджихира потерял очень большие деньги. На сумму в 100 миллиардов йен. Что? В этот момент появился Хашики, который поклялся Каджихире, что избавится от AD9, несмотря ни на что. Незадолго до того, как его избили до полусмерти в Камурочу, Хашики встретился с другим членом ADDC. Хашики пошел выпить с коллегой, с кем-то, кто был глубоко вовлечен в разработку AD9, кто был сотрудником ADDC, с которым Хашики встречался перед убийством. Я уверен, что прокурор Идзумида узнает этого человека. Три года назад он давал показания об убийстве, которое произошло в ADDC. Согласно его показаниям, он видел жертву Ваку-сан, когда тот был еще жив. Я помню. Он исследователь, Шона. Да. Он также возглавлял... возглавляет исследовательскую группу AD9. Хашики допрашивал Шону. Вуч уверен, что с AD9 происходит что-то подозрительное. Как, например, что? Он считал, что они сфабриковали данные и персифицировали действия препарата. В конце концов, директор Кидо так неожиданно объявил AD9 как раз тогда, когда начались разговоры о закрытии ADDC. По оценкам Хашики, глядя на факты, все это было слишком удобно, чтобы быть совпадением. К сожалению для него, эти сомнения были неудобны для тех, кто мог получить огромную прибыль от AD9. Значит ли это, что убийство Хашики в Камуро-Чо было преднамеренным? Отлично. Похоже, я здесь не единственный разумный человек. У меня была точно такая же мысль, прокурор Изумида. Принимая во внимание все это, не кажется ли вам, что AD9 действительно... В нем есть что-то подозрительное. Этого должно хватить касательно объяснения насчет AD9. Теперь вернемся к теме. С учетом всего сказанного, давайте вернемся к Шинтане. Незадолго до того, как его убили, он позвонил в ADDC и попытался связаться с определенным человеком. Может быть, этот телефонный звонок спровоцировал того, кто пытался скрыть правду об AD9, как и Хашики. Они рассматривали Шинтане как препятствия, с которыми нужно разобраться. Я хочу сказать, что есть шанс, что кто-то заставил замолчать всех, кто слишком близко подбирался к истине об AD9. Однако, можно сказать наверняка, одно можно сказать наверняка, если вы еще даже не начали расследование, вам нужно продемонстрировать, вам нужно проделать чертовски много работы, при чем вы пытаетесь арестовать меня. Отвечайте, Изумида. Если вы все еще хотите обвинить меня, покажите мне доказательства. По крайней мере, у одного из вас должны быть какие-то доказательства. Это неплохая теория, действительно захватывающая. Там были детали, о которых мы даже не знали, вы явно сделали свою домашнюю работу. Я с радостью передам свои находки, если это поможет. На данный момент AD9 практически нарицательное имя. Самостоятельно раскрыть все это может оказаться слишком сложно для меня одного. Изумида никогда не помогал мне. Может быть, вы будете другим? Не зазнавайся, Ягами. Прошу прощения, это очень важно. Алло? Понятно. Да, молодец. До свидания. Если быть откровенным, мы уже запросили ордер на арест подозреваемого по делу Шинтани. Только что позвонили и сказали, что запрос удовлетворен. После всего, что я рассказал вам, вы все еще хотите меня арестовать? Вы не тот, кого мы собираемся арестовать, а? У нас есть небольшая работа для вас. Конечно, это делается для того, чтобы разрешить дело. Слушай внимательно, Ягами. Тот, кто убил Шинтани, был Аябе из полиции Камуроча. Что? Пуля, извлеченная из его тела, была выпущена из пистолета Аябе. И в этом нет никаких сомнений. Он убийца в Шинтани. Конец главы. Ну что ж, на этом здесь остановимся и продолжение следует. Продолжение следует...